Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отправится на Ближний Восток. В Орданском порту Акаба на Красном море запланирована его встреча с королем Иордании Абдалой II Ибн Хусейном. Шольц также проведет переговоры с премьер-министром Израиля. По данным СМИ, он намерен отговорить Бенемина Нетаньяху от военной операции в Рафахе на юге сектора Газа. Правительство еврейского государства одобрило планы военной операции и эвакуации населения региона, где, предположительно, проживают 2 миллиона человек. Перед встречей с Нетаньяху Шольц призвал Израиль обеспечить расширенный доступ к гуманитарной помощи в сектор Газа. Сейчас необходимо, чтобы помощь дошла до населения Газа в более широком масштабе. Это то, о чем мне придется поговорить с коллегами. Нас беспокоит дальнейшее продвижение бояных действий. В частности, есть опасность того, что полномасштабное наступление в Рафахе приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения, которых необходимо избежать любой ценой. Мы твердо стоим на стороне Израиля, и он имеет полное право защитить себя от нападения Хамас. В то же время важно, чтобы соблюдались нормы международного права во избежание жертв. По данным СМИ, встреча канцлера Германии с представителями палестинской автономии не запланирована. При этом Шольц планирует провести переговоры с членами Хамас, удерживающими израильских заложников. Их освобождение является основным условием для переговоров с Хамас, ранее заявил немецкий политик. Хамас, в свою очередь, настаивает на выводе израильских войск из сектора Газа и освобождении палестинских заключенных из израильских тюрем. Германия уже давно участвует в оказании гуманитарной помощи Газе. Было бы важно, чтобы очень быстро была достигнута договоренность о прекращении огня, которое позволило бы освободить заложников и в то же время оказать помощь палестинскому населению. Важно, что темп уже задан. Направляемой в сектор газогуманитарной помощи недостаточно из-за невозможности ее доставки. Причина – в отсутствии действующей гавани, что затрудняет разгрузку кораблей. Доставка помощи по суше имеет решающее значение. Но для этого Израиль должен открыть больше пограничных переходов. В настоящее время военно-воздушные силы Германии сбрасывают на сектор газа продовольственные грузы и медикаменты с помощью транспортных самолетов. По данным СМИ, Германии удалось отправить населению палестинского анклава более четырех тонн гуманитарной помощи. Эльвин Абдулаев, CBC. Продолжение следует...